добрый день уважаемые зрители гости моего канала подписчики друзья хотел бы поделиться с вами вот такой вот новость и сегодня 13 апреля 2020 года новая новость заключается в том что пожар чернобыльской зоне приблизился от хранилищем с радиоотходами для ликвидации пожара зоне отчуждения всего бы были задействованы 390 человек личного состава и 90 единиц техники на данный момент чернобыльской зоне отчуждения добрался до дамбы водохранилища охладителя около припяти об этом сообщила пресс-служба государственного агентства утраины по управлению зоной отчуждения на странице facebook при этом общественном совете при госагентстве заявляют что огонь находится уже в двух километрах от хранилищ с высоко активными радиоотходами для ликвидации пожара в зоне отчуждения всего были задействованы 390 человек личного состава и 90 единиц техники то же время в общественном совете при государственном агентстве утраины по управлению зоной отчуждения предупреждают об угрозе ситуация третическая зона зона пылает местная власть отчитывается что все под контролем но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории у меня два варианта или в таблине не доводят реальную ситуацию ли он выбрал политику замалчивания советской власти как восемьдесят шестом году отметил на своей странице фейсбуке член общественного совета в государственном агентстве утраины по управлению зоной отчуждения ярослава емельяненко по его словам сейчас огонь уже добрался к припяти и находится в двух километрах на напрямую от хранилища радиоактивных отходов под лесный где расположены наиболее высоко активные радиоационные отходы всей чернобыльской зоны и от самой чая с 4 апреля чернобыльской зоны отчуждения произошел лесной пожар сначала огонь охватил 20 гектаров леса но позже распространился на территорию почти 100 гектаров вот такие вот дела ребята так что мы столкнемся еще если мало того что астронавирусом этим неизвестным так еще и с тем что радиационный фон повысится до пределы это думаю если уже не повысился так что ребята берегите свое здоровье и всем нам благополучного дня